Для выполнения графического натюрморта в технике коллаж нам понадобятся следующие материалы. Конечно, это простой карандаш и резинка, без них не обойтись. Затем понадобятся обязательно маркеры толстые, которые дают широкую, яркую линию. Затем понадобится клей, клей это может быть ПВА, либо это столярный клей, который себя очень хорошо показал. Вот обычный обойный момент, который разводится просто холодной водой в порошке этот клей. Затем понадобятся ножницы, цветная бумага всевозможная и очень важный момент, нам понадобится калька. Вот я приобретаю вот такую в листочках, потому что с ней удобнее работать, она может быть и в рулоне. Вот эти все материалы нам будут нужны в ходе выполнения задания. Само задание, как выполняли его мои ученики на дисциплине рисунок в первом классе в детской художественной школе, звучало как композиционный натюрморт. Поэтому предлагалось первоначально сделать эскиз натюрморта из предметов, относящихся, скажем так, к чаю. Были поставлены предметы, чайники, крошки, стаканы. Можно было сделать свою собственную композицию, точка зрения сверху и на основе этой композиции уже выполнить итоговое задание. Здесь я сейчас представила приблизительный вариант набора каких-то предметов, из которых можно было работать уже свою собственную композицию. Первоначально выполняется эскиз, где ищется положение предметов в листе и говорится о том, что точка зрения сверху предполагает круговое решение натюрморта, поэтому, естественно, композиция завязывается в некое такое круговое движение. Она может быть дополнена, эта композиция, различными мелкими деталями, конфеты, ложечки чайные, чайные пакетики, по желанию учеников. И основное требование к работе выдвигается такое, лист должен решиться композиционно, от этого может измениться чуть-чуть формат, хотя мы работаем в половину ватманского листа, формат, естественно, может сжаться или чуть-чуть удлиниться. Должно быть выявлено внутреннее движение в работе и соблюдены какие-то ритмические ходы для того, чтобы лист уравновесился. Но вот здесь в данном случае видно, что выбран один и тот же объект, немножко по-разному он интерпретирован по отношению к центру и дополнены композиции где-то яблочком, где-то конфетками, где-то фигурирует ложечка. После того, как выполнена эскизная часть, линейная и найдена приблизительная композиция в листе, выполняется уже тоновой набросок, который затем пойдет для решения коллажного полностью уже готового листа. Первоначальный набросок, сделанный с натуры, затем дополняется уже без натуры логическим путем. Мы говорим о том, что основными выразительными средствами в работе будет линия, которая очерчивает силуэт предмета и пятно. Пятно должно работать на выявлении силуэта предмета. Для этого используется принцип шахматной доски. Мы говорим о том, что когда мы заполняем квадрат между линиями, у нас появляются вместо решетки, появляются пятна, которые выявляют форму клеточки. То есть были линии, когда мы заполняем пятном, у нас получается темная клеточка, белая клеточка. То же самое с предметами. Если мы рядом с предметом светлым набираем темное пятно, мы выявляем силуэт этого предмета. Если у нас здесь появилось темное пятно на фоне, значит здесь будет светлый предмет. Если светлый предмет попадает на светлое пятно на фоне, следовательно здесь предмет должен стать темным. И так далее. Мы применяем два тона. Один насыщенный темный и один какой-то средний тон. Чтобы была возможность не только сделать белое и черное решение, но и какой-то переходный вариант. Поэтому появляются вот такие вещи, например, когда вот здесь темное пятно. Вот оно выявляет силуэт предмета, силуэт ручки в данном случае. А здесь появляется еще вот такое дополнительное серое пятно, которое просто, оно конечно взбивает слегка этот белый силуэт на этом темном фоне, но оно добавляет некоторой красоты, нюанса в работу, добавляет некой сложности. Вот здесь, соответственно, будет какое-то серое пятно, допустим. Здесь оно может быть темное. Здесь уже это не так принципиально важно. Здесь, допустим, темное пятно. Просто готовая работа. Я иду по готовой работе. Я потом ее покажу. Она предполагает именно такое решение. Вот. Значит, выполняется вот такой эскиз. Его можно выполнять простым карандашом, можно двумя фломастерами. Ну, простым карандашом, наверное, проще, потому что сразу тоновая градация идет. Эскиз, естественно, небольшого размера, он может быть меньше, чем вот этот. Я просто сделаю его покрупнее, чтобы вам было видно. То есть, вот так в шахматном порядке мы приблизительно решаем, что у нас будет светлее, фон или предмет. И это идет по краевому контуру. Вот я решаю. Вот тут у меня будет темное, тут у меня будет светлое. Не забываем о том, что еще работает линия. Вот эта линия, она может самостоятельно давать вот какой-то контур, чтобы вот не сливалось. Я могу здесь белое оставить, и здесь белое оставить, а здесь еще поработать линией, потому что линия у нас тоже как выразительное средство. То есть, мы работаем линией и пятном. Пятно это будет цветная бумага, а линия это будет маркер. Вот почему нам нужны маркеры, и почему нам нужна цветная бумага. После того, как мы сделали предварительно, вот эскиз разложили на черно-белое, мы переходим на работу в формате. Вот в данном случае эскиз, перенесенный уже в формат. И вот здесь, крестиком, ноликом, неважно чем, отмечаем те места, которые у нас будут заклеены цветной бумагой. Вот отметила, вот здесь будет у меня цветная бумага, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это у меня остается белым, это значит серым. Это все, эскиз когда сделал, это не значит, что прямо вот я точно этот эскиз буду сюда переносить. Эскиз это как основа. Когда начинаешь выклеивать пятнами на формате, все становится намного яснее и проще, и поэтому иногда даже идет отход от эскиза предварительного, уже режиссирует сама работа. Но основу ты должен четко представлять. Главная задача, которая ставится перед учениками, не запутаться фон и предметы. Предметы должны четко читаться на фоне, а фон может быть где-то заполнен, а где-то оставлен белым. Потому что, еще раз повторюсь, еще будет работать как дополнительное выразительное средство линия. Но вот этот принцип, темное на светлом, светлое на темном, он всегда соблюдается. Плюс еще там переходный серый какой-то тон. Вот подготовительный рисунок уже сделан на формате, и теперь нужно выбрать цветную бумагу и уже начинать работать в технике коллажа. Цветная бумага выбирается так, чтобы не было большой пестроты в рисунке. Я предлагала использовать крафт и в качестве промежуточного тона. И дополнительно к нему один или два вида цветной бумаги. Вот в данной работе использовалась вот такая бумага. Кстати, очень удобно. Она с другой стороны крафт. Если иногда бывает, что напряженка, можно использовать и ту, и другую сторону бумаги. Совершенно прекрасная вот эта бумага с большим шрифтом. Очень хорошо идет она в работы. И в этой работе была еще использована вот такая бумага. где разные идут наклейки, как бы чайные. Она очень хорошо подходила к теме натюрморта. Как-то она мне попалась. И вот в такую работу хорошо пошла. Как делаются выкройки? Вот можно, конечно, все это на светостоле делать, но когда нет светостола, используется калька. Вот сейчас я покажу, как это делается. В общем-то элементарно. Вот мы берем калечку и уже понятно, да, все. Прикладываем к любой запчасти работы. И можно из этого листа сделать сразу несколько деталей. Ну, я тут так приложила, строго как попало. Вот, например, я беру эту часть работы, обвожу то, что мне нужно. Вот, вот. И вырезаем. Потом вырезаю. Для этого нам ножницы, понятно. Можно, конечно, делать это резаком и на какой-то горизонтальной плотности, если вы не боитесь, что дети разрежут себе руки. Ну, я боюсь, поэтому я их... Первый класс, они еще не очень хорошо работают. Ну, резаками, поэтому ножницами. Вот, вырезали мы эту деталь. Теперь мы ее дублируем на цветную бумагу. Дублируем при помощи... Просто... Просто обводим карандашиком. Все. Просто обвели. Просто вырезали. И просто приклеили. Все. Ничего тут... Ничего сложного в этом нет. Вот, я ее вырезала. И затем берем клей. Ну, вот я еще раз повторюсь, что очень хорошо себя показал вот этот обойный клей. Момент. Он хорош тем, что он разводится просто холодной водой, и он ничем не пахнет. Поэтому для детей он абсолютно безвреден, нетоксичен. Они потом не чихают и не кашляют. Еще же есть аллергетики. Вот его разводим и кисточкой наносим на бумагу и приклеиваем. Один момент. Когда приклеиваем к бумаге, лучше использовать либо тряпочку, либо листочек тонкой какой-нибудь пищей бумаги, через который вы... Вот это все дело. Чтобы лишний клей у вас на работу не попадал. Этому приходится учить детей, потому что, как правило, они совершенно не умеют работать с клеем. Я сейчас буду приклеивать на клей ПВА, потому что так быстрее. Я просто... Буквально вот два кусочка, чтобы было понятно. Хотя, в принципе, и так все понятно. Но, тем не менее. Так. Все. Приклеиваем. Подержали. Там тряпочкой протерли. И вот второй кусочек у нас. Ну, я сейчас это делаю некачественно. Если подольше подержать, оно все хорошо приклеивается. Так. Вот тут у нас был намечен второй кусочек. Сейчас я его сразу тоже вырежу. Кусочек фона. Вот как я его намечала по яблочку. Вырезаем. Вот она у нас, эта деталь. Видите, да? Вот я эту деталь теперь переношу на цветную бумагу. Но тут вот момент такой. Бумага цветная, иногда на нее очень плохо рисунок. Тогда нужно объяснить, что отзеркаленная на обратную сторону. Вот про зеркалку не забывайте, потому что иногда они переносят просто деталь. А потом, когда вырезаешь, выясняется, что не на ту сторону бумаги перенесли. Так что, если у вас бумага интенсивного цвета, и на нее переводить неудобно, вы работаете с обратной стороной, не забывайте отзеркаливать детали. Вот и все. И тогда никаких проблем с неэкономным использованием бумаги не будет. Так, все, вырезали эту деталь. Вот она у меня отзеркаленная. И вот сюда приклеили. То есть, все элементарно. И вот так потихоньку мы заполняем всю работу. Затем, когда мы работу заполнили, вступает в ход маркер. Или толстый фломастер. И дополняется линия. Вот. И тряпочка еще поверху обязательно. Или тряпочка, или бумага. Чтобы работа была аккуратная. Когда все заклеено, прибавляется линия маркера. Маркер может быть цветной какой-то, может быть черный, может быть синий, может быть красный. Это уже в зависимости от того, как там, как диктует ваша цветовая гамма. Я почему делала именно так? Потому что у меня сохранились фотографии, но теперь уже распечатки тех работ, которые были выполнены. Оригиналы работ я раздала детям. Они у меня не сохранились, но фотографии от них остались. Я вот вам сейчас покажу, что, собственно говоря, получилось потом из этого варианта. Вот это как раз распечатка фотографии работы, которая выполнялась вот приблизительно вот отсюда, чем закончилось все вот здесь. То есть вот она, эта бумага наклеенная, это крафт, а это линия, которую мы делали уже цветным широким фломастером. Вот как раз вот этот фрагмент с кусочком картинки, напечатанной на листе бумаги. Вот такой чайный натюрморт. Я сейчас покажу еще другие варианты этого же натюрморта с использованием другой цветной бумаги и другого маркера. Вот как раз я говорила об эскизах. И вот это эскизы, а вот как уже выглядит готовая работа. Вот эскиз, вот готовая работа. Эскиз, готовая работа. Ну, в общем, смысл понятен. Вот этот принцип, белое на темном, темное на светлом, он работает везде. И мы уходили от того, чтобы полностью силуэт предмета читался на одном фоне. Мы говорили о том, что можно выявить предмет фоном, а можно выявить предмет самим предметом, а фон оставить светлым. И поэтому вот такая игра белая, темная, цветное, не цветное, она создает некую интригу внутри самой работы. И вот когда выполнялся эскиз, все было очень приблизительно. И уже сама работа диктовала, как лучше отработать эти пятна, как их связать между собой. Вот в данном случае автор пошел таким путем, что не захотела она резать бумагу, она ее нарвала кусочками. А вот эти кусочки внутри мы заполняли маркером, там, где был белый фон. Где-то мы его оставили для подчеркивания вот этой какой-то интересной фактуры. Вот здесь она обрывала бумагу. Но для того, чтобы появилось еще больше выразительности, дополняли маркером линии и где-то эту линию заполняли пятном. Здесь очень неявный такой тоновой переход. Все такое немножко серое, и поэтому линия здесь играет очень большую роль. Она собирает всю работу. И также использованы картинки для создания игры. Потому что еще одним условием для законченной работы было создание какой-то атмосферы, какого-то чаепития, светлого, чистого, утреннего такого завтрака. И вот когда выбиралась бумага, было очень важно, чтобы ощущение какой-то вот легкости, света, какого-то утра, чтобы оно в работе сохранилось. Естественно, подбираешь бумагу какую-то, более или менее соответствующую задачам. И когда ученик выбирает эту бумагу, тоже нужно отконтролировать вот этот процесс, чтобы общая композиция в работе была выстроена очень четко, чтобы не было каких-то провальных кусков очень ярких, или наоборот очень пестрых, или наоборот очень там, может быть, каких-то тяжелых. И поэтому вот этот процесс, он очень живой. С каждой работой приходится думать, с каждой работой приходится сочинять. Поэтому это задание очень творческое, очень интересное и очень живое. Настолько оно понравилось ученикам, что потом, впоследствии, когда мы делали задание автопортрет, одна ученица предложила сама выполнить его вот как раз в такой технике. Я сейчас распечатку этой работы тоже вам покажу. И вы увидите, насколько интересно можно провести само задание по композиционному натюрморту, но и как оно потом может выстрелить уже в совершенно другой работе. Вот как раз автор вот этой работы. Эту работу мы выполняли в первом классе, а во втором классе автор вспомнила о том, что мы делали вот такую работу. И когда мы выполняли автопортрет, она говорит, а можно я сделаю вот в технике коллажа с добавлением линии. Ну, конечно, я разрешила, и посмотрите, какая замечательная получилась работа. И вот здесь она уже работала совершенно самостоятельно, используя те приемы, которые здесь были объяснены непосредственно на уроке. Здесь я уже ничего не говорила по поводу того, куда, чего... Так, вот это надо вырезать. Здесь я ничего не говорила. Здесь я уже не корректировала сам процесс выбора сочетания пятна светлого и темного. Работа была выполнена полностью самостоятельно. Автор уже ориентировался в том, как расположить пятна, как поработать линии для того, чтобы выявить и силуэт, и какие-то характерные особенности изображаемого. Поэтому я считаю, что задание прошло удачно. И единственная сноска, пусть вас не смущает, что фон такого зеленоватого какого-то оттенка, на самом деле он абсолютно белый, это просто не очень качественно, я выполнила фотографии. Вот, ну, собственно, на этом все.